ДИАБЛО ДИАБЛО На самом деле здесь говорить не о чем. Чтобы не тратить время, у нас есть неожиданно хороший лёпик. Леопард, который по какой-то непонятной причине на боевом рейтинге 9,7 получил перезарядку 4 секунды. Не, может быть причина и понятная, но почему БР, соответствующий Леопарду 2К, который при тех же возможностях 120-мм орудия и тех же снарядах ДМ-23 имит перезарядку 6,7 с асами. Это тупо, конечно же, такое решение, дабы привлечь внимание к марафону. Соответственно, сейчас есть дикий перевес в пользу как раз этого приза. F5 особо людям не нужен, это подтверждает и биржа. Где при предложениях практически одинаковые показатели, чуть меньше 20 что у танка, что у самолёта, но при этом спрос очевидно раз в 10 больше именно у танка, что за собой повлечёт, скорее всего, сильное падение цены на самолёт в дальнейшем. Продать его будет сложно, чего не сказать о Леопарде. Но предложения на бирже постоянно меняются, а на момент выхода ролика, возможно, цифры будут иными. Если надо будет, в конце марафона я подведу итоги, мы посмотрим, какая получится цена у танка и у самолёта. Ну и, конечно же, сразу хочу напомнить то, что самые умные люди не покупают технику в начале марафона. Если хотите сразу готовую технику, не марафоня, то лучше взять её под конец, когда цены начнут падать. Потому что в первой половине марафона ограниченные предложения и серьёзная переоценка главного приза. Продолжая мысль, скажу, что да, Леопард очень хорош, здесь вообще не докопаться, это идеальный приз, который может полностью удовлетворить ваши пожелания, если вы играете за немцев. Тот случай, когда марафонная техника лучше какого-нибудь нового према, который, как правило, на момент старта, чтобы привлечь внимание, очень хорош. Здесь тот же принцип, и я не берусь гарантировать, что его не понерфят в плане боевого рейтинга или каких-то других параметров. И, к сожалению, на фоне этого Леопарда, F5 теряется. Бедолага на боевом рейтинге 10,3, который, может, и боеспособен, но воюет в основном против 10,7 и 11,0. Я ни разу не попал на какие-нибудь топы списка, я вечно внизу, потому что МиГ-21БИС, всякие Вигены и прочее постоянно. И мои ракеты, АМ-9И, разумеется, бесполезны против большинства топовых машин, которые все оснащены ЛТЦ. В то же время у них потрясающие ракеты. Ну, в общем, геймплей, который подразумевает, что вы, скорее всего, будете брать хитростью или везением уповая на слепоту противника, а не своими ракетами, которые в основном и заправляют на этом боевом рейтинге. Но F-5 теряется на фоне Леопарда не только по своим техническим характеристикам, где явно танк гораздо привлекательнее и интереснее, а то, что танк не требует экипажа, его автомат заряжания, он автоматически дарит вам при любом экипаже 4 секунды перезарядки, а вот попробуй полетай на предтоповом и топовом реактиве, не вдонатив в экипаж. И люди, которые связаны с авиацией, они знают, что такое постоянно в перегрузке терять управление самолетом. Даже МиГ-21 вас спокойно перекрутит, хотя вы на F-5, только потому что, ну, не прокачан экипаж. То есть машина в любом случае потребует дополнительных вложений, причем обязательных, в отличие от танка. Но так или иначе, все равно, марафон по призам шикарный. Тут отличные просто предложения, пускай и с перевесом в пользу танков, тем не менее. В чем же причина такого отторжения, судя по опросам? Почему большинство сказали, что забили болт на этот марафон? А все очень просто. Сентябрь — это крайне сложный период, когда люди в большинстве своем очень заняты. Если школьники, они учатся. И только как написали в комментариях «бездельники могут выполнять такие марафоны», а взрослым людям работать надо, то на кого вообще ориентировался марафон? Ведь судя по тому, что написал один из подписчиков, он 5 дней. Играл по 8 часов в день, чтобы набить в районе 100 контейнеров. А я напомню то, что один контейнер дропается во время 10-минутного боя с активностью более 50%. Разумеется, это минимальное значение. Может понадобиться и больше времени, 13-15 минут. Что такое активность и как она определяется, знает только сама улитка. Мы, конечно, все понимаем, что такое активность в бою, но с какого момента это считается по улиткиным правилам — это вопрос. Особенно в авиационных сражениях. Но суть в том, что 5 дней потребовалось человеку, чтобы выполнить 2 трети задания. Это почти за половину срока марафона. И смело могу предположить, что два приза взять практически нереально. Нужно быть каким-то киборгом, чтобы сидеть и задротить. И еще раз возникает вопрос. На кого ориентирован настолько задротский марафон? Да, по сборке он несложный, как выяснилось, даже я посидел поковырял. Но требование на каждый день по количеству времени, затраченного на этот марафон, удивляет. Для меня очевидно стало вот что. Я уверен, улитки люди не глупые. Они понимают, что сентябрь — это период высокой занятости людей. И стало просто максимально понятно то, что этот задрот-марафон ориентирован не для людей, которые имеют свободное время, а на донаторов. Да, те, кто уже имеют какие-то запасы средств или готовы вдонатить, чтобы открыть эти, подчеркиваю, замечательные призы. Реально к призам претензий нет. Но людей, способных открыть эти призы, используя исключительно собственное свободное время, кажется очень мало. То есть, переведу на простой язык, этот марафон не для игроков. Этот марафон для улиток, которые смогут подзаработать на тех, кто вдонатит. Конечно, я всегда знал, что бесплатный сыр только в мышеловке. И это тот самый случай, когда подобное правило работает как никогда. Также понимаю то, что это дело добровольное и никто не принуждает вроде как их правила. Хочешь — выполняй, хочешь — не выполняй. Как говорится, хозяин-барин. Но проблема-то не в том, что большинство не получат эти замечательные призы, потому что не может донатить. А потому что люди, которые могут играть там 2-3-5 боев в день, попросту не нужны этой игре. Но хочется верить, что есть еще шанс реабилитироваться. То, что улитка в свой день рождения проведет какой-то куда менее замороченный ивент, чтобы смогли поучаствовать все. И получить какие-то ачивки. Ну а пока что имеем то, что имеем. Пишите свое мнение касаемо нынешнего марафона. Нравятся ли вам призы? Нравятся ли сам марафон и его условия? И возможно потом мы какие-нибудь итоги действительно подведем под, скажем так, завершение всего этого мероприятия. Будет, я думаю, интересно всем почитать и поменяться мнениями. Всего наилучшего! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok